Дамы и господа, сейчас мы видим, как компания Fuse HECN Appliance Repair применяет свой антикризисный план. Товарищ Стас, наш sales manager, продажник, хороший парень, гроза девушек и молния мужчин, занимается установкой. Я тут тоже занимаюсь непонятно непотребными вещами, но нам нравится, мы это любим, здесь мы наблюдаем картину установки ductless системы, которая работает с двумя бренчбоксами. Снаружи будет установлен outdoor unit 5-тонный и 8 внутренних блоков. Наш подрядчик Юра. Что? Я тебе нужен? Как мужчина. Выбирай, или откуда будешь работать? Не, я хотел тебе сейчас и подать, но я и полез туда, но я ждал твоей команды. Работать, понимаешь, заставляет. Какая-то херня занимаешься, стоишь тут, видео записываешь, но надо работать. Так, я тут продолжаю свои изыскания в области строительной техники. Я нахожусь, так скажем, под домом, так называемый crawl space. И мне тут необходимо немного проверить, что провод не будет пересекаться с моим соединением с трубой. Так что, ребята, вот такие вот антикризисные дела у нас происходят. Ну, на самом деле, у нас тут есть Юра, который иногда нас приглашает на всякие работы. Вот, и в этот раз говорит, а давайте, говорит, я с вами работал, я хочу и дальше с вами работать. Вот такие вот такие. Ну, блин. Ну, думаем, фиг с ним. Давай поработаем. Так, куда ты подевал перчатку? Ну, черт. Поверью, перчатка упала. Да. Интересно то, что нужно будет сверлить, получается, прямо где-то вот здесь вот, в этой стороне. Я нахожусь на том же самом объекте, вот обычный residential дом, mountain view. Мы там делаем тот же самый чувак, ductless. Ну, что, Станиславиус? Слушай, это не везде. В общем, у нас этот проект примерно на три с половиной дня. Да, Стас? Парни, что, пеним и на шитраке отверстия? Не, пока не надо. Ну, я тоже думаю, смысла нет. На шитраке точно не надо. Ну, где-то выходит у нас, где-то... Именно надо на фрейме пенить. Фрейм? Фрейм, где джойсты. Все пенепрессии, которые мы наружу дома делаем. Этот не надо, считай, дрейн делать, потому что он прямо заподлицо. То есть, такого же демона? Да, один и одна восьмая. Вообще пушка. Так, тебе принести какой-нибудь пакет? Пакет. А? Да, наверное, пакет. Что бы собрать? Сейчас. Будут вот такие вот восемь, а, семь блоков, вот таких вот обычных ductless систем, голов, один конденсор, как я уже говорил, и один потолочный эвапорейтор. Тоже одна голова, которая будет находиться вот прямо вот здесь вот. Мы здесь уже провели полностью дрейны. Дрейны именно снизу дома будут доделывать пламбер. Соответственно, здесь юнит один. Здесь вот юнит один уже. А у нас дело в том, что поставщик доставил только четыре именно юнита. Остальные четыре нам не доставил. Вернее, пять доставил, а три осталось. Потому что один доставил именно вот такой вот потолочного типа, не настенный. Ну и здесь будет конденсор юнит. Электричество тоже протянет. Наш партнер, так сказать, Дима. Электрик. Никто не делал, что если ты еще живешь, ты конечно же не делаешь. Электричество. Здесь будет подведено. Здесь вообще идет полный ремаделинг дома. Вот здесь тоже вот юнит наш сразу идет с дрейном. Ну и в целом дом получается, товарищи расширяют, улучшают. Вакханалия, конечно, здесь творится полностью неинуверное. И жить здесь абсолютно нельзя. Вообще, конечно, тут... А? Атик здесь бы полностью позволял установить обычную, традиционную систему с дактами. Но почему-то люди этого не захотели. Посчитав, что данная система, она более энергоэффективная. И якобы... Какая она, посчитали, что она красивее или чистая энергоэффективность? А? В энергоэффективности? Да. Ну, там какое-то принципиальное решение в этой ситуации было. Потому что люди уже испытывали, и раньше в своих домах у них была именно такая система. Ага. И они выбрали именно приоритетом на эту систему. Митсубиши. Система, в общем, Митсубиши Электрик. Сколько у нее... Этого... Сир стас. Сир стас 30? Ну, для мусора что тебе дать? Сколько Сир система? 24? Не, 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 не. Там не больше 20. О, реально? Да, наверное. Не, ну, за счет того, что она, в принципе, такая многозонная, то это очень хорошо. Смотри, мешок или коробка? Ну, в этой системе есть минус то, что в туалеты голову не ставим. Туалеты будут всегда холодные в зимнее время, а в летнее... Будут, скорее всего, устанавливаться... Вернее, в зимние будут устанавливаны потолочные фены с подогревом, а летом будет там просто жарко. И нужно будет просто держать открытыми двери. Все? Да. Прекрасный бронебокс, мне понравился. Да, весь день там проповарялся. А? Сложная, красивая система. Надо бронебокс именно на пайку. Было бы прекрасно, вообще. Пзык-пзык-пзык-пзык-пзык. А? Это извращенство. Че? Это извращенство, все эти фланцы. Да-да. Ну, еще, возможно, это было бы удобно и быстро делать насадочками вот этими. Какими насадочками? Которые делают флэр. А-а-а. Конечно, в дрель. Тогда да. Конечно, это было бы быстрее. А че мы не взяли-то я? Ну, мы подумали, что мы Юрины сделаем. Да, и ты промучился полдня, полдня промучился, только насаживаю фланцы, да? Да. Че, все, че? Закрываем, надо эту лестницу убрать. Она такая дебильная, эта лестница. Это ж мясо. Да. Так, мусор полностью собрали. Объект подмели. А че, мусор оставлять или че, Юр? Забрать, наверное? Нет, мы заберем, да, это выкинуло. Еще, смотри, один из критериев было, что люди хотят перейти на солнечные панели, пользуются только электричеством. От газа практически здесь отказаться. Правильно. Вот, и поэтому, как бы, выбранная... Ты знаешь, что мы на Моцарте сделали то же самое? Ну, хитпамп у вас там. Хитпампа и плюс мы скоро поставим. А, мы поставили гибридный water heater. Му-а-а, просто. Мы про него тоже ждали. Такая волшебная система, которую мы поставили на Моцарте. с хитпампом, а ее вообще не слышно судить. Как и работает для нас. Мы взяли самый-самый дорогой. Брайан, Валешин. Бывает. Слышал? Ну, пятер нам обошелся. Пятеру? Юник? Да. Наши цены. Четырехтонный. Погоди, вы что поменяли? Ты же вроде снимал видео, он стоил других денег. Пятерка стоит? Стерга. Ты уверен, что там пятерка? Конденсер только стоил, без такса. Ну, там четыре с чем-то он стоил. Не, пять двести где-то. Не, вы говорите про хитпампы. Да. А я про water heater. А, water heater. Супер тоже вообще просто фантастика. Огонь. Шикарный. Приезжай, посмотришь. Поехали, посмотрим. Как-нибудь заезд. Доехали. Единственный его минус. То, что он греет до 120. И все. Да. Ну, можно сделать 140 максимум. Но тогда, типа, он сразу пишет, что он пишет, что скейлинг начинает образовываться, если ставишь больше 120 фаренгейт, ну, типа образование накипи. А так нет. А так нет. Ну, обычный water heater. И мы посмотрели то, что у нас в день примерно он максимум жрет 2-3 киловатт часов. 2-3 киловатта. А сколько у вас за расход воды в день? Ну, считают... Нет, ну, это все фигня. Просто у нас солнечные панели, у нас в солнечный день они вырабатывают 10-11 киловатт часов. Ну, то есть, понятно, что он... Перекрывает вообще. Окупает полностью, но по расходу воды, то есть, сколько он... Ну, двое человек постоянно. И вот весь офис. Офис, которого нет. Периодически моется? Да, нет, который руки моем просто. Да, руки моем. Пацаны приходят пообеду. Ну, то все равно, по идее, у вас, если постоянно живущие... Грубо, два человека. Два человека живут. Да. Они там каждый день будут. Ну, в общем, по белому в конце месяца увидите, какой расход воды. Не, мы сравним, потому что у нас было, к примеру, 10 долларов за электроэнергию и 200 долларов за газ. Так, 200 долларов газ, 10 в месяц вы платили за электроэнергию. Потому что у нас уже была панель. Окей. А сейчас будет, получается, около сотки, наверное, электричество и все. Возможно. И тут, думаю, должно иметь. Но это еще из-за того, что мы там Тесла заряжаем, прости, и все. А, да. И накопитель бакс, и этот дом запитан 24 часа в сутки. Две емкости, но обычные, гибридные, ну, в смысле, не обычные. Ну, которые подогревать будут, потому что другая точка. Гибридный water heater, который на... Что, мы так дешево взяли за это тогда? Ну, по крайней мере, идет разговор. Но вот эти солнечные коллектора, ну, имею, солнечные water heater, никто нормально сделает не может. Мы сделаем. Возьмешься. Конечно. Мы же сделаем, Стас. Ну, давайте просчитаем. Потому что... Пизи-пизи. Цену давай сделаем, все, что нужно. Не, ну, вот, как бы рассматриваются этот вариант. Да сделаем, конечно. Они остановились, потому что, ну, некому делать. Кому не обратятся, либо какие-то космические цены рисуют, знаешь, как. Я говорю, им надо... Сейчас им надо поставить... Потому что тут солнечные панели должны быть. Вот. А что, Дима солнечные не ставит? Дима, я говорил, Дима, как бы, лицензии на это не имеет. Почему? Он C-TN подразумевает? Нет. Электрический... Ну, он не сказал, что у него электрическая не подразумевает. Подразумевает. Это тоже дополнительное. Подразумевает. Странно, там тоже подразумевает. Там же фото... Фото-волтайк. Нет, не то, что он совсем не взялся. Он не сказал, что есть проблемы, там, кинсценицы совсем... Не-не-не, ни хера, он не прав. Можно. Ну... Я думаю, что им самый идеальный вариант сейчас поставить бедрильный. Ну. Потом мы поставим у себя дома солнечные. Ну, потренироваться. Мы что-то говорили, что надо натренироваться. Потом натренироваться поставим. Но подождут чуть-чуть. Бодатка будет. Разговор был о том, что... Потому что в идеальном миде все равно ставить байпас какие-то. Ну, солнце у тебя не всегда. Вот такая погода, например. Он хорошо греет даже. Греет при такой погоде. Ему же не солнце обязательно. Солнечная радиация. Она сейчас меньше. Он и в такую погоду будет греет. Но если у них расход будет большой... Ну, так я же говорю, гибрид. Если будет второй стоять, один другой дополнять, все. Вопросов нет. Поэтому пока что нужно поставить гибрид. А потом поставить... В этот день она тепленькая будет. Не горячая. А в солнечный день, при том солнце, которое здесь, оно вообще какие-то... Еще сейчас мы там поставим спине? Ну, короче, я с контрактором переговорю. Если что, закладки каких-то труб там оставить, там еще чего-то подумать. Само себе ничего не поставим точно. Надо обождать. Ну, бак-аккумулятор надо. Бак-аккумулятор. Через месяц. Куда его поставить? Бак-аккумулятор, ты понимаешь, он пол гаража будет. Ну, не пол, но тот, кто... Не такой же вот а хитр. Нет, то-то маленький будет. Надо термо-бак накопитель. Бак-аккумулятор. Нет обычного ахитр. Нет, он на 200 литров и все. Да нет, ну, ребят, ну, это, ну, ты смотри, понимаешь, при этой солнечной радиации, когда здесь, нам надо обсудить стравливать и компенсировать перегрев этого всего дела. Потому что никакие неглицы, как они там, и жидкости, которые заливаются... Бак-аккумулятор. 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 Ну, ну, странно. Потому что давление там будет повышать. Так надо двухконтурные, чтобы они связаны были. Поэтому делается большой бак накопитель. В который, как бы, ты рассчитываешь, что он нагревается чуть-чуть не до 100 градусов. И потом полотненькая вода в это все расплавляется. Новая парадигма реальности, товарищи. Время 6 часов 10 минут. Вроде как время пробок. Мы едем из города Маунтин-Вью из Сан-Хосе на базу. Здесь, вот в этом именно месте, в это время, как правило, стояк. Настоящий стояк, который затягивается, ну, примерно в полтора часа езды до нашего офиса именно с этого места. Сейчас у нас 6.10, и я вангую, что мы доедем примерно, наверное, минут за 15. Да, Стас? 100%. Вот, если посмотреть тот же самый Google Maps и спросить у него, за сколько мы доедем. Смотрим. 17 минут. Пробок вообще нету. Единственное, здесь написано какой-то объект на дороге. Пробок нет вообще. Вот такая вот дорога. Есть какие-то, ну, кто-то ездит, видимо, там по срочным делам в магазин за туалетной бумагой или за яйцами с молоком. Это, конечно, все немного настораживает, но не стоит терять оптимизм. Да, Стас? Все будет хорошо. С учетом того, что на самом деле это форс-мажорное обстоятельство, возможно, придется послать нафиг своего ленд-лорда и сказать то, что денег нету и давай потерпим. И он не сможет, конечно же, заплатить свою ипотеку. Мы-то свою заплатим, конечно же, но всем остальным, наверное, придется как-то ужаться, я думаю. И непонятно на какой срок. Так что будем надеяться, что все исправится, нефть поднимется, коронавирус... А конкуренты умрут. А конкуренты умрут, да. От коронавируса. Вот. Конкуренты нужны. Конкуренты нужны. В общем, все будет хорошо. Я узнавал. Конкуренты.